Привет, старик! А уж грибов! Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан. Седой, коренастый, без руки. И с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотовичем. Представляешь? А своего старикана он именует Пасковной Домотканной, Тятей. Что-то они тут стали разыскивать. Я не вникал. Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Альберт Федотович и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу. Она зали за речкой в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им вынести плиту. И не решился. А зори-то здесь тихие-тихие. Только сегодня разглядел. Чистые-чистые. Как слезы. Незадолго перед Финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась. Все ей петь, да плесар, да линцо побивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали. Игорь Федотович Восьмок. Тут Финская началась. Воськов на фронт уехал. А как вернулся назад с двумя медалями назад, так его в первый раз и шарахнуло. Ай-яй-яй. Жена в конец завертелась. И с полковым ветеринаром отбыла в южные края. Воськов развелся с ней немедля. Мальчонку через суд вытребовал. Ну и правильно. И к матери в деревню отправил. А через год его мальчонка не померла. Что ты говоришь? И с той поры Воськов улыбался-то всего два раза. Генералу, что орден ему вручал. Да хирургу, что осколок вытащил. Да тебе задогадливаюсь. Вот за тот осколок и получил он теперешний пост. Тише, тише, идет, Борь. Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфович. А после того, как зенитчиц и зенитчиков заменили, ты у нас теперь один остался. Вроде как на плене. Ты у нас теперь по дворам ходить будешь. Неделя в одном дворе, неделя в другом. Такая у нас убав договоренность насчет тебя. Ты, Полина Егоровна, совесть поймешь. Солдат-то ты, али дамочка какая. А война и грабость все спишет. И солдатам, и солдаткам. Ах, война, 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 что ж ты оденна. Демаскируйте. А есть приказ, какой приказ соответствующий. В нем сказано, что у нас служащим женскому полу разрешается сушить белье на всех простах. Ходит по деревне пенек замшел и знает все, что снов. Да иди из устала. Не говори так. И воинная хозяйка очень им даже довольная. Неправда, это неправда. Ой, девчата, приезжай в комендант в тюрьму. Стыдно. Ты не все, что у бабы узнаешь, нам пересказывают. Кто же мне вдова, герой, молчала бы сама. Я, между прочим, очень една и терять мне нечего. Не надо ссориться с девочками. Давайте я вам стихи почитаю. Хотите? Полит, и штабных командирок, в семье, в семье, между прочим. Зовем, так сказать, подругу. Член военного совета узнал. Полковника того в оборот взяли, а и сюда определили. Ну, чего ты, дуреха? Не знаю, Рита. Ничего я не знаю. Мы на портоне совсем одни и жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила, Может, оно и придет счастье. Завтра он не упадет тебя в голову. Ты верь. Обязательно верь. Может, действительно, счастье рядом. И придет оно к тебе завтра. Только обратной дороги к нему нет. Из всех довоенных событий Помню школьный вечер. Встречу с героями-пограничниками. Застенчивый лейтенант насянет, когда еще никаким не был героем. В состав делегации он попал случайно И ужасно стеснялся. Я тоже была не из бойких, Сидела в зале, Не участвовала ни в приветствиях, Ни в самодеятельности. Я с осянином случайно оказалась рядом. Просто сидели друг с другом И глядя строго перед собой. А потом школьные затейники Организовали игру, И нам опять выпало быть вместе. А потом был общий фанс Танцевать вальс. И мы танцевали. А потом стояли в окнах. А потом... Да, потом пошел меня провожать. И я страшно схитрила, Помила его самой длинной дорогой. А он все равно молчал. И только курил. Робко спрашивал у меня разрешения. И от этой робости Сердце мое падало прямо в колени. А потом... Даже простились мне за ручку. Просто кивнули друг другу. Лейтенант уехал на заставу. И каждую субботу писал мне очень короткие письма. А я каждое воскресенье отвечала приятно. А потом в июле он уехал в город на три дня. Сказал, что на границе неспокойно И отпусков больше не будет. И поэтому нам нужно немедленно пойти в ЗАГС. А через год родился Альбер. А еще через год началась война. Я была спокойна. Сына мы отправили еще в мае. В маме. Сегодня, после отбоя, Побегу в город. К сыну. Мать совсем плохая стала. Заставы держалась 17 дней. А потом замолчала. Заместитель начальника заставы, Старший лейтенант Асяни, Погиб на второй день В утренней конфронтах. А дальше? Дальше я никогда не вижу фашистов. Значит, и у тебя к фашистам личные счеты имеются. И у тебя тоже? А я одна теперь. Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Нет. Расстрел. Семенком состава захватили. И под пулемет. А меня из Тонка. Тоня напротив спрятала. И я видела все. Все. Сестренка последняя упала. Специально добивали. Послушай, Женька. А как же полковник? Как же ты могла, Женька? А вот могла. Сейчас воспитывать начнешь? Или после отбоя? Тонкими ветвями я к нему прижалась, и с его листвою день и ночь шепталась. И с его листвою день и ночь шепталась. Сау, может, жизнь и ночь шепталась? Сау, не считай еще. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей выгасну не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу включать вас в речи. Я вас люблю без молок, безнадежды, тропость, премьерность, это место. Я вас люблю так искренне, так нежно, как та и мой Бог, любимый против други. Женька, ты русалка! Женька, у тебя кожа прозрачная! Женька, тебя скультуру люби! Ой, Женька, у тебя в музее нужно, патрибонная черная баба! Пренесчастная баба, такую фигуру могу даровать, это же здорово, мне легче. Красивая, красивая, и счастливая была. На себя намекаешь? Белье? Моя слабость! Вот наденешь эту слабость и получишь нарядную очередь. Ой, сколько я нарядных это получала! Хорошо, Асянка, она замуж у кого? И родила? А я? Я с 18 лет в этой шкуре. Девочки, какая я страшная! Да что ты, тость, тость! А ну, как галка, ты что? Ой, какая ты стройная! Сейчас мы с тебя такую красавицу сделаем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хорошо. Женька, ты галдунья! Что стоишь, качаясь, тонкая эльбина, Головой склоняясь до самого батына, Головой склоняясь до самого батына, Там, через дорогу, за рекой широкой, Так же одиноко, дуб стоит высокий. Так же одиноко, дуб стоит высокий. Комендант идет. Боль, испугала. Смирно! Товарищ комендант гарнизонов, В поверном низводе отдыхают, Чекеры несут службу, Доклады старшей сержанки Ильянова. Так, ляжете, ляжете, я тоже побляжу. Утро успеешь? Боюсь, не успею. Товарищ старшина, а что вы больше любите? Спать пора, завтра подъем в шесть часов. Угоди, Рита, пусть Женя еще спует. Все, девочки, все, концерт окончен. Уставка. Правда, девочки, так спать хочется. Ну, раз такое дело, огонь. Пошел я по улице, горем у петли. Юность моя, печальная ночь. Бледным лучом упадала на пыль. Угасла, в глазах, шарахла. Вот, Рита, возьми, ты сын. Не надо, Женя. Возьми, возьми. Девочки, не убивайте меня только. Я, я днем слышала, нечаянно. Никому ничего не скажу. До самой смерти. Вот здесь, в садах, концентрат. Рита, возьми. Пока. Горькие думы, лохмоть и печали. Нагло просили сначала, на ночлег. И проходали сверху лично, дали. Завелились в логове судьбой. Товарищ комендант. Товарищ старшина. Что? Немцы в лесу. Так, вот куда я известно. Сама видела. Двое. В маскировочных накликках. С автоматами. Что так ведут, Евграфович? Чего вас не касается. Команду в ружье боевая. Тревога Кирьянову ко мне. Бегом. Сосна, сосна. Ах ты, мальча, смотрели. Поспят ли поколунка. Сосна. Так, Господи, есть по 18-й, говорит. Давай третий. Врочем, давай у нас ЧП. Так точно, товарищ третий. Немцы обнаружены в лесу возле расположения в количестве двух. Младшим сержантом Осяниной. Говорит с автоматами. Москва, пицца, разведка. Думаю, надо брать, товарищ третий, пока далеко не ушли. Тут, товарищ, слушает. Слушает. Да. Да. Приказно будет ваше распоряжение пять человек. Ты мне тут дай, которая видела. Осянина пойдет старший. Ну так, стройте людей, ты построен, товарищ старшина. Вольно. Женя. Галя. Лично. Погодите, Кирьянова. Немцев идем ловить, а не рыбу. Так, чтобы стрелять умели, что ли? Умеют. Да, может кто немецкий знает? Я знаю. Что я? Что такое я? Допладывать надо. Боец Гурович. Ох, какой к нему руки вверх. Хэндахофф. О, точно. Ну давай, Гурович. Идем на бой суток. Так надо считать. Взять тупой поем. Патроны по пять обоим. Ход заправится. Ну поесть, значит, плотно. Купутся по-человечески. Порядок себя привести. Все даю. Сторок минут. Разойдись, Кирьянова я сняла со мной. А что ты тут, говоришь, прошли? Вот тут, прошли возле меня. По направлению к шоссе. А что ты в четыре утра в лесу делаешь? Просто по ночным делам. Ночным. Для ночных дел и вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь. Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана. Нет, здесь женщины. Нет. Есть бойцы и есть командиры. И покуда война идут, все в среднем роде ходить будем. Что-то у вас до сих пор постелька распахла. Да товарищ старшина среднего рода. Шоссе, говоришь, пошли? По направлению. Черт-то ему шоссе делать. Там уже финскую по обе стороны лес сведет. Там пусты и туман. Мне казалось... Пеститься надо, если кажется. Тючки, говоришь, у них были? Да, вероятно, тяжелые. Правой руки несли. Очень аккуратно, упакованным. Мысли я только мысли. А если толк, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железную дорогу, на Кировскую, значит. Да, Кировская дорога не близко. Зато леса. А леса здесь погибельные. Армия спрятаться может не то, что два человека. Если так, то надо охранник на железную дорогу сообщить. Ты ешь, ешь, Усяня, на Кирянова сообщит. Противника не бойтесь. Он по нашим целам идет, значит сам боится. Но близко не подпускайте. Потому как противник все же мужик сильный и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что он рядом окажется, не бегите, притаитесь лучше, упаси вас Бог. Потому как бегущего из автомата стрелять одно удовольствие. Если уж случится, что он рядом окажется, как надо действовать? Знаем. Одна справа, другая слева. Скрытно. Порядок движения. Впереди головной дозор составе младшего сержанта с бойцом. Позади основное ядро. Я с переводчицей. Если уж случится, что он в дорогу попадется, кто там по звериному или по птичьему кричать может? Я умею. По-ослиному. И-а. И-а. Ослы здесь не водятся. Ладно, давайте крякать учиться. Как утки. Кряк. Кряк. Так селезнюточку подзывают. Да, Лизавета. Глядите сюда. Идем на вы озеро. На место на берст 20. К обеду придем. Пока немецов входным путем не менее полставил, подшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы? Понятно. Готовы? Готовы. Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы. Помните? Два кряка. Вижу противника. Три кряка. Ко мне. Волк. Две шеренки. Становись. Налево. Шагом. Марш. Два кряка. Я не знаю. Живой в тебя или сиротствуешь? Сиротствуешь? Пожалуй, знаете сиротству. А что не уверена? А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина? Резон. В Минске мои родители были, а я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут известный имеешь? Ну что вы, родители еврейской нации. Естественно. Было бы естественно, так и не спрашивал бы. Может, уйти успею? А ну, Боев Курбич, крякни три раза. Зачем это? Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил? Нет, не забыла. Кряк, кряк, кряк. Что случилось? Хоть что-то пустилось, так вас-то уже Архангель на том свете встречали. Растопалась, понимаешь, как телушка, и хоз трубой. Усталишь? Еще чего? Хорошо, что пути заметили. По порядку. Младший сержант Косянина. Вроде ничего. Резко напомнилось, что она была. Хорошо, ну а замыкаешь, и поездка не платит. Ничего не заметила. Все в порядке. Ну, кто просто разбит? Сделать дороги, стык не спал. Вот глаз. Молодец, родная, Министр Ильичкина. А еще два следа на дороге было от немецкого поднимка. Ежели по разграмм судить, то держат они вокруг болото. А мы болото напрям не возьмем. Сейчас 15 минут покурить можно и отправиться. Не рыготать, не разбегаться. Все. Сейчас внимательнее надо быть. Каждая слепу пусть возьмет. И прежде чем обоих болото ступить слепой, пусть рыбу попробуйте. Все понятно, товарищи? Понятно. Готовы? Готовы. Вопросы есть? Глубоко-то. Местами будет по... Ну, поездом. Вам по поезду будет. А можно вопросы? Что вам поездка не было? Что такое слепой? Слега, что ли? Что у вас в руках? Дубинка какая-то. Вот она и без слега, ясно говорю. Теперь прояснилась, дай. Да, и еще дай. Слова я только-то расскажу, вроде разговора. Евгения, перестань. Да, это все-таки. На шуток положено, шутки, на шуток. Рядок движения. Я головной. Позади. Комич. Бричкина. Каменькова. Четверка. Два шести сержанта. Сянина, замыкающая. Все понятно? Понятно. Вперед. Каменькова. Комальчик. Т Victor. Т�инь. Каменькова. Каменькова. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Окружат нас и без выстрела Слежит весь наш отряд Говоришь, начинай Если бы они лесорубы встретили Каких лесорубов? Где? Война ли? Вот это мысы Но, девчата, орлы вы меня Подругайте, коро стаскайте Деревья, как можно больше шума На места Товарищ, машина, идут Погоди, девчата, идите сюда Иван Иванович, ходи под воду Давай, девчата, рубим лес А, Панда, лес Иди О, какой, иди купаться, свинок Девчата, идите сюда Может, ушли Погоди А, Вера, идите купаться Расцветали яблони и груши Поплыви, туман над рекой Девочки, надо купаться Ивана зовите Эй, Ванюша, идите купаться Девчата, идут Ого, издаем нас, Ванилы Сейчас машина приедет Так что хватит подгорать А ну, догонять Вася, хватит подгорать Ну, все, девчата, все Теперь она сюда не повернула В лунном сиянье Снег Серебрится Вдоль по дороге Троечка мчится Ди-ди-ди-ди, ди-ди-ди, колокольчик звенит. Этот звук, этот звук много мне говорит. В лунном сияние ранней весны вспомнились встречи. Помогите, 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 голос юный звенел, Тинь-тинь-тинь, тинь-тинь-тинь, о любви сладко пел. Подсчитать им придется, Маргарита, ты почта, ежели с 3-2 начнется забирать девчатки, топайте прямо на лосток, все поняла? Нет, а вы? Ты мне это, Осянина, проси, меня ежели немцы возьмут, то живьем не выпустят, в этом можно сомневаться, приказ, ясен? Кто должна отвечать, Осянина? Ясен должна отвечать. КОНЕЦ Ой, ты боец, Осянина, непутышный боец. Почему? Сделать, что семейная дететка, приказана была, лежать. Так мокрое же там, ведут ли в граммус? Мокрое. Вы счастливы, что кофе не пьют, а только в расконки на юге. Здесь они. Устроились вроде налога, носки у костра сушек. Самое время на расположение меняет. Я тут огляжусь немного, а ты вставай, иду за бойцами, так, чтобы скрытно. Я поняла. Я домогоду свою забыла, заплати, будет другая. Поняла, Федор Федорович, принесу. Федор Федорович, принесу, я знаю где. Стой, куда, боец будет. Мама! Что такое? Бодюгурыч крикнула? Нет, показалось. Девчата, здесь ждите. Камилькова, со мной. Соня! Я власть. Вот ты почему крикнула. И потому крикнула успела, что удары по наружу камеру поставили. Не дошел до сердца в первого раза. Вот помешало. Подожди, покуда, думай, Сонечка. Ехать отрестись, Камилькова. Здесь они где-то, понимаешь? Близко они где-то. Камилькова! Молодец. 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 Девочки, там Соня. Вы состей кто? Отличница была. Круглая отличница. Были в школе и в университете. Стихи читала. Не это главное, девчата. А главное, что могла Соня детишек нарожать. Хотя бы много и праздников. А теперь не будем от этой ниточки. За ноги подержи. Зачем? Затем, что боец подсой, вот зачем. Нельзя, не надо. За колено. Приятно, у меня мама визитерский работник. Батя, братик, батя! Нет у тебя мамы и не было никогда. Откидываешь ты. И Фан Ильич из-за так тебе за хвост в детдоме дал. Ну зачем же ты так? Зачем? Нам без злобы надо. А то я стерленеет, как немцы стерленеет. Непцы играем, девочки. Живых думать надо. Обувайся. С автоматом стреляла когда-нибудь. Скажу только. Знаем. Те шеи критерские. То есть один, а не стреляй. Скоро сажать. Да, это нам не страшно. Это нам пустяки. Вкус, гамрет. 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 Что, взяли, взяли, да? Пять девчат, пять девчоночек было, всего пятеро, они прошли вы, никуда не прошли, вы сдохнете здесь, все сдохнете. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok